Привет-привет Так, труд много, да? У нас 30 минут, поэтому через это самое я буду как бы приглашать к разговору Хорошо, кто начинает? Кто начинает? Есть смелые? Есть Можно вопрос? Пожалуйста Впечатления поездки в первом месте Они очень полярные Для того, чтобы сейчас, собственно говоря, если конкретно ответить, это нужно где-то не понадобится неделю Для того, чтобы просто засортировать по полочкам все впечатления Назвать, дать название Как это называется, как это понимание Очень печальные и очень яркие Очень хорошее Берлин мне страшно понравился Все остальные в Германии мне практически совсем не понравились Насколько понимаю, что в Германии двое города, да, Берлин и Гамбург Очень такие живые, вот в центре В остальных это некий такой мелкий кучкованин Мелкий, ну, как бы сказать, ну, культурный центр и все Очень часто В оружии там лучше Хотя, честно говоря, я был очень мало На Берлин однозначно Но, конечно, это не все равно Сразу же, просто бросил он в глаза Мне понравился Честно говоря, ужасно просто А можно вопрос задать? Только оттуда? Нет, я хочу отсюда Когда-то, пять лет или четыре года назад Парень из Ничелина сказал вам вопрос Какое вы хотите место занять? Это я не помню Ладно, ладно, вы не помните В доме там А вы ответили Я хочу быть президентом Не, было такое Было, было, было Парень из Ничелина Какое место там хотите занять? Рассказать Да, я хочу быть не просто Каким-то там таким вот таким Я хочу быть именно Как президент Борис Ельцин Вот Но дело в том, что это было Где-то четыре года назад Типа Клебников Это было четыре года назад Это было четыре года назад Нет, спасибо Нет, дождите Я хочу связь сзадок Убить тебя Все будет хорошо Пожалуйста, с вопросами Видами Вопросы Давай Давай, давай У меня вопрос Ваши предположения Насчет вот этого союза Двух братьев Насколько он долго продлится И ваше предположение Вы довольны им И так далее Что значит Сколько он продлится Ну как Или это проба пера Нет, другого Нет, мы же Мы желаем вам Это конечно Нам очень понравилось Вы будете еще Вдвоем Это что Я специально Я думал Просто мы будем с братом играть Сколько это продлится А вдруг Может так и будет Ну как Это же брат Мы с ним играем С 82 года Мы играем Первая команда Называлась Оргенция нелегкой музыки Там я был Я очень плохо играл Практически никак На контрабасе И на фонг На москве Максимального Примитивизма Очень Чеголяли Чеголяли Другого слова В 80-е годы Шумовой музыки Именно К тому С чего мы Собственно Начинали Я считаю Это очень здорово То есть идет развитие Что значит развитие Развития нет никакого Потому что Мы начинали Мы такие и остались Мы же ничем здесь меняемся Человек не меняется После определенного уровня Он расширяется Но не меняется Плашки Вот сейчас Допустим Мне очень хотелось Допустим Привлечь Собельманов Леонид А вот вы говорили Часто Насчет Калиного моста Но так и не получилось Кого? Насчет Калиного моста Нет Калиного моста Я не знаю Чего Собельманов Мы очень Очень Скорее Спрашивали Да Понимаете Извиняюсь За выражение Должны и так Я смотрела На этот концерт И такое впечатление Что вы на концерте Были на заднем плане На переднем плане Происходила Какая-то дикая драка Какие-то Бравые парни Я так и не понял Что происходило Потому что Я тоже не видел Почему вы допускаете Такое на своих концертах? А что я могу снять? Ну вы же можете Как-то поговорить Вот с этой охраной Это же Я тема Потому что Это организация делает Вопрос к организаторам Как вы себе представляете Мы должны С каждым побеседовать Предварительно А потом Мы должны идти к ментам Скажем ментов Говорить ему готов Вы рисуете Котик-то Платить Или что Вы же можете Допустим Объявить со сцены Что ребята Ну что вы делаете? Ну полностью Ну тогда концертов Можно не Говорить не в концерт Вам не легче Пойти в протест И отменить концерт? Не ко мне Вопрос к организатору Концертов Вопрос замечательный Они как бы рядами не стоят Дело в том Что в славном городе Москва Очень и очень мало залов Которые решаются на концерт Гриданская борьба Всеми вам любимая А может Всеми нелюбимая Гриданская Она скажем Категорически Хотя как бы Да Красиво По уровню И так далее Но что говорить Ясно Что это самое Что не надеюсь Как бы Днестр Они боятся Например Это просто частный пример И таких много Поэтому Они устраивают допустим Эксплод Это концерт Да Они делают эксплод Но не делают Долженную борьбу Но гражданскую борьбу Не делают Мы здесь Уматриваем Политический момент Политический момент Люди ссут И не кипятком А слабой Ледяной струей Кока-кола Егор Вкратце Метаморкоза Состава Две ряды Почему же не ряды У нас Три и зерна Джефф Он просто вообще не играет В последнем Джефф Ни сколько я знаю Он даже сегодня не пришел Хотя его приглашали А Кузьма Кузьма он болел очень сильно Но я не буду объяснять Я не буду строгаться Причинного болезни Но он просто Не мог уже играть Некий момент Сейчас он начинает Первая команда Кроме того Я в Германии говорил Я думаю Что точно ответ дал Ничего Что я немного Сматериваю Да Но просто В течение Когда человек 15 лет Каждый день Видит другого И вместе с ним Просто приходится Играть одно и то же Что-то дело Пристанавливать И так далее Чисто психологически Просто Чисто 15 лет Люди друг другу Заебывали Понимаете Мы заебали Друга страшно То есть я просто Я его видеть не могу И он меня тоже По всей причине Все последние годы Это была Спортная ругань Какая-то драка Что-то такое На грани Вот этого фола Что-то называть Мы все Что могли Другой Вместе Сделать Мы и сделали И решили Все нужно Все это Закончить Для него Это тоже хорошо Потому что у него Команда очень хорошая Я слушал Только положительно Могу отнестись Вот к тому же Мне очень нравится То, что он играет Там с Кудым В Питере Он ком Самолетами Он на фестивальку Это очень здорово Это очень Хорошо мы нашли Собственно Я считаю Поэтому вопросов Таких не возникает Более того Мы с ним виделись У нас личное отношение Очень хорошее То есть мы В музыкальном плане Видимо разошлись Не совсем Да нет В музыкальном плане Мы занимаемся Те же самые И он и я Но совместные Какие-то концерты Могут быть Через какое-то время Думаю, что Так оно и будет Просто нужно какое-то время Чтобы просто отдохнуть Наверное, как Можно вопрос Сергею Сергею Вы не стремитесь Продолжать свои эксперименты В театре Это зависит Не только от меня То есть мне делает Предложение театр Я делаю У него работу У меня есть, например Проект один Который Я ищу театр Который бы на него Согласился Но не могу найти То есть я хочу Сделать Евгения Онегина Вместе с Дмитрием Александровичем Приговым И ансамблем Дмитрия Покровского Но я до сих пор Не могу найти Подходящий Сказать Театр Я предложил Этой театр Матограммки Вот как Егор Сережа заметил Это слишком круто По отношению К национальному Геню Я не знаю Я ищу Вот сейчас Для реализации Такого проекта Обычно Театрами Они приглашают Что-то сделать Я думаю Вопрос Егоров Егор Существуют Какие-нибудь Твои эксперименты В области Кинемат Сейчас нет Потому что Для этого Нужны Очень большие Вливания денег Как выяснилось Это было возможно До 17 августа После этого Стало невозможно 18 августа И в Минске Планировал Снять кино Причем Такое большое И очень яркое Художественное Игра в классике Картасар Картасар Я хотел поставить Но когда После 17 августа Смета Когда возникла Это такие миллионы Возникли Что просто Это не может потянуть Никто Ни Говорухи Никто Из глобальных Попсовиков Нашего Кино Это очень тяжело Потому что Если снимать Нужно снимать хорошо Иначе просто Нет Зачем действовать Еще вопрос Можно Егор Насчет того Что сейчас говорила Насчет организаторов Что боятся Залы Давать Молодые люди Бисы Там не зал Там что-то другое Бисы Простите Стекла бьют Все это делать В открытии Егор Егор Стекла бьют везде Понимаете Стекла бьют И на экспорт И там И просто Осталось Нет Вы Очень Самый главный момент Здесь Другое присутствие Понимаете Вы не боитесь Что молодое поколение Что оно неправильно Просто Вас воспринимали Ваше человечество У вас не возникает Вот такого ощущения Или вам кажется Что все идет правильно На вопрос правильный Думаю Мы же Сергей Лучше ответим Это у нас было Очень хорошее интервью Или плейбой Или у кого-то еще Там И они нас Стали спрашивать Нас вдвоем То есть И вот эти поколения Получается Честно говоря Очень печальная Картина Потому что Я получатель Двух слова Хочу сказать То С чего начну То что Мы представляем собой Как бы Молодежный мозг Ультра Молодежный Ультра Левый Ультра Агрессивный Ультра Левый Максимальный И так далее И так далее Это кто Это те У кого Эти животики Уже У меня уже Седая борода Началась Полулысые люди Старые Которые уже Сороковник Или по сороковник Это мы представляем собой Самое Собственно говоря Яркое Как бы Не поколение А именно Ультра Вот эту Новую музыку Почему это происходит Понимаете Это очень Самое агрессивное Самое агрессивное Поколение Более того Как только Я стал Вникать В ситуацию Выясняется Все электронщины Делается Тоже Оказывается У людьми Которым Младшему 36 лет Самому Младшему Из тех Кто Делал Действительно Чудо Яркое В этом Смысл Понимаете Получается Что Все Что Идет Дальше Это Одна Этлептика Понимаете Этлептика Это Какой-то Семплирование Какой-то От этого Немножко От того Немножко От этого Немножко От того Сего Постмодерн Настоящий Да Постмодерн Постмодерн То есть По моим понятиям Изменяется Выражение Как говно Это Это Ничто Это Не мясо Понимаете Это Не живое Я бы мог Продолжить Здесь Дело в том Что У меня Треспективное Продолжение Я В 80-е Годы Играл С очень Многими Рок-группами В 90-е Годы Резко Перестал И ни с одной Больше Не играл Я только Начал Играть В 2000-м Годов А за 90-е Годы Я ни разу Не играл Ни с одной Рок-группой А в 80-е Я не играл С ними Ни разу Я только Записывался Я помогал Друзьям Записывался Я в 80-е Годы Играл С Алисой С Аквариумом С ДДТ Ну с некоторыми ДК Играл В основном Записывался Концертов Если вы помните Почти не было Но многие были Другие Например Поезд Нет не Поезд Ушел Как они Атональный Синдром Из Риги Там были Разные люди Интересные С которыми Я играл А потом Где-то С 87-го Года Нет С 89-го Я перестал Потому что Эти группы Они не выдержали Испытания Перестройки И гласности И превратились В гнусную попсу Я решил Больше С попсой Завязать И с ними Не играть Люди Могут быть Персонально Хорошими Но Могут быть Унижаться Унижаться Нас В общем Не могли Купить В те годы В застойные Если уже В эти Нас купят Это совсем Стыдно И я перестал С ними И не играл В 2000-м Году Я решил Что В общем Можно Играть И Дело в том Что люди Моего поколения Они в общем-то Это понимают Я могу Передать Слова Которые Сказал Мне на днях Юра Шевчук Я играл В 2000-м году Снова я стал Играть В ДТ Я играл На концерте 2000 Юра Отозвал Мне И спросил Ну как там Его Рождествен Миранберг Сегодня Концерт Играть В общем Передай ему Пожалуйста Что Я слушаю Только его Башлачева А все остальное Это полное Годно Я не могу Согласиться Он Слышал Когда Что мы Снова Стали Играть Он Как бы Без ревности К этому Отнесся Я считаю Что Из большинства Программа По Жозофрении Из большинства Людей Более молодого Поколения Ушла Творческая Энергия Они готовы Слушать Готовы Сражаться Со службой Охраны Плеваться Очень Неско Причем Они Поплевались Один Вот Песен У меня Был И потом Один Из них Аккуратно Спросил Мне разрешение И эти Плевки Собрал Ну Лес Скажите Столи Нет Грандиозный Багашки Постук Но Действительно Для меня Как Для представителя Фри Джаза Радикальной Авангардистской Музыки Для меня Я считаю Это страшная Трагедия Потому что Где-то Молодая Шпана Что сотрет Нас С лица Земля Да Она Делась Почему Ее нет Современная Молодая Шпана Земфиром Трагедия Уже Как Не совсем Молодые Русские Уже Не то Что Совсем Не Молодые Но Уже Не Совсем Молодые Люди И В принципе Я Для своих Людей Которые играют Моего рода Музыку Я готов Им Всячески Помогать Продвигать Их Там Давайте Вместо Где-то Выступить В интернет Доставлять Но Их Просто Как Бы Нет Только Попсовики Только Люди Которые Хотят Клип MTV Что-то Как-то Продвинуться Всех Располкать Локтями Это Как-то Странно Дело Даже Не в этом Дело В том Что Это Конечно Комплекс Отцов И детей Может Да Извините А вы Знакомый С творчеством Александра Не Помнищего По Могу Как Раз Да Знакомый С Егор А Ничего не могу сказать Потому что Мало Интересно Это Все Вторичные Тричные Четвертичные Пятеричные Понимаете В чем Позорно Зачем Понимаете Дело В том Как бы Может Неловко Это Говорить У меня Подход Был Однозначный Когда Собрал Первую Свою Команду Посердно Сдували У меня Собрал По принципу Такому Я набирал Людей Которым Было Не Стыдно То есть Все Что Они Делали У них Не Было Ни Одного Комплекса По Отношению С Группой Какой Ни Кист Лазет Юриан Хип Понимаешь И так Дали Понимаешь Дюф Папол Понимаешь Чтобы У них Вот Этого Не Было Это Люди Которые Должны Были Играть В В Они Считали Себя В Центре Угла Таких В Принципе Не Было Практически То есть Они Смотрели Как Сумасшедшего Потому Что Я Сказал Что То Что Мы Будем Делать Будет Круче Чем Все Вообще Мир Все Это Говно Все Нужно Забыть Выкинуть Все Дерьмо Понимаешь Это Тоже От Этого Надо Отталкиваться Брать На Вырушение Отталкиваться И Выбрасывать Помой Собственно Чем Я Занимаюсь До Сегодняшнего Времени Потому Что Я Слушаю Очень Много Всего У Много Пластинок Мне Нравится Многие Вещи Это Все Точка Толкновения Понимаете Когда Начал Играть Для Меня Однозначно То Что Мы Играем Допустим Мы Группа Номер Один В мире Вообще Поэтому Я В Германии Играл Мне Было Нев Все Выберло Насрать Потому Что Я Вышел Как Король Я Играл А Они Пляшали Под Мой Дуб Потому Что Мы Делаем Это Правильно Это Может По Нашим Правилам По Их Правилам Можно Уважать Сужие Культуры И так Далее Это Другое Дело Это Не Шернизм Никакой Это Просто Собственно Говорят То Что Мы Делаем В Радость Самим Себе Мы Делаем Хорошо Егор Революция Возможно Давай Сейчас Закончу То Что Сейчас Происходит В Музызке После Нас Это Эксемплирование Музыки Эклектика Это Огромное То Что Называется Постмодернизм Это Набирание Огромное Кучи Мелых Мелких Всяких Дешевых Таких Вещей Таких Кусочков Из них Лепится Взять Допустим Гитару От этого От этого От того Сего Понимаешь Область Музыкальная Поп Культура Тоже Поп Культура Это Широк Понятие Потому что Джон Зорин Тоже Поп По моему Понятию Она Очень Такая Расширилась Стала Широкая Стала Вкусная Можно Очень Вкусно Выбирать Такие Вечи Боль Того Можно И делать Самому Если Есть Хоть Какие Мозги После Интернета И так Далее Относительно Не помню Чего Что Что Авторично Дело В том Что Я Не буду Продолжение Ничего Говорить Зачем Человека Обсуждать Здесь Если Он Здесь Поговорили Нормально Вы Задаете Вопрос Я Не знаю Я Послушал Песню Мне Не понравилось Потому что Я понял Что Совершенно Скучно Мне Совершенно Интересно Башлась Община Как Что Что Так Мы В Германии Сколько лет Нет Я отвечаю У меня Масса Идет Песем Все Идиотские Сразу Стираю Надеюсь Что Ты Не относишься К К Может Так Случилось Что Случайно Стер Как Правило Я отвечаю Громче Можно Я не слушаю Да Понимаю В мире Жизнь Раскурс Латвия Сухарина Путин Скажем Латвия Это отдельно Разговор Не пустили Как настроение Что делать Почему Мне кажется Я могу Сказать Это только Мы очень частные Очень далекая Близь Мне кажется Идет дело К разрублению Всего Всего И вот опять К этому вопросу От союза Коммунистической Молодежи Все таки Возможна Революция Не Не Для вопроса Общения Все Потому что Как Вы Какой ответ Хотите Смех Получить Я могу Конечно Очень жестко Залепить Вы могли бы Заменить Путина Мне интересует Вопрос Могли бы Заменить Путина Вы Президентом Вот скажите Пожалуйста В каком смысле Вообще Вот стать Между Путиным Сейчас вас поставим Собирайте Миллион подписей И все дела Нет Подождите В чем ситуация Он стал Между Путином Смогли бы Вообще Вот Путина В должности Вообще Смогли бы Нести Вот эту должность В постели В постели В постели В постели Вопрос Игорь Федорович А скажите Пожалуйста Вот у вас На афише Была написана Отрезентация Нового альбома Это Вопрос И к нам Это Новый альбом Акандаун Я поясню Новый альбом Готовится к выходу И сейчас было бы Крайне преждевременно И безответственно Представляете Какая песня Но сырые Еще не готовы И не уходящие Это будет Через полгода Речь шла Сразу О презентации Нового состава Что там Человек Такое существо Когда им говоришь Презентацию Нового состава Он слышит То, что ему хочется В данном Конкретном случае Так и произошло Ну состава альбома Альбома Чисто указали Понимаете Все Дело в том Что когда нам прислали Макет афиши И соответственно Среагировали Что этого не должно быть Вот вы говорите Видимо Кто как прочитал Александр Чистос Ну Каждый сам Саранец Можно вопрос На такой Немного Немного Политический По громче Вы некоторое время Назар Заявляли Что раньше Вы шли Путем Индивидуального Спасения А с некоторого момента Следите Путем Коллективного Спасения Путем Я Путем Скажите Почему Вы увидели Путь Коллективного Спасения Сквозь призму Национал Сразу Отвечаю Вам Я думаю Что я все таки Вернулся В пути Индивидуального Спасения Простой вопрос Концерты будут Еще 12 декабря Челябинск Нет 2 декабря Челябинск Именно в Москве 15 Питер Декабря 16 декабря Вы понимаете Дело это такое Что Как бы Сейчас скажем Да Это не факт Что Ну понятно 16 декабря Вроде как Должен быть В Москве В Москве Что мне там Хорошо звучит В Москве Улан-Батор Ничем А по чем В Москве Нет В Улан-Баторе Не в Монголии А в Москве Да Еще Скажу Откуда Я знаю Я вообще ничего не знаю Я тут не слушаю Абсолютно Я же не знаю Мы ничего не знаем Егор Какие отношения Сейчас с Монагером С Ромомом Через инструкции Не знаю Но шампочные Такие очень далекие Потому что Последний раз Увидел Лет 5 назад Каждого из них Ну Монагера Увидел На похоронах Макно Когда у нас Летарик Шлепнулся Блокон А вот тогда Уфло А может Ты нарушил Авторское право Там Я Мой мальчик Тебя Песен Разрешил Нет Было не так Там Была история В общем Следующими свойствами Я не знаю Что он там рассказывает Потому что он такой Человек Скажем Такой Он мне звонит И говорит Типа Это сатанизм Типа Наконец Что это сатанизм Что истереть Уничтожить Все Исторг Быстер Я говорю А как же Последние песни Получилось так Что джев Как раз был Вон Это было Время Прискока Если Ну неожиданно В нем Автор Проснулся Особенно Когда о деньгах Речь Вошла Автор В фонтаном Он же переписал По собственному автору В память Война Да Он же переписал Эту запись он Важно уничтожал Тоже Таким образом Егор А можно просить Насчет смерти Насчет смерти Да Конечно Там сложно Пояснять Потому что Не очень В курсе Я знаю Что он просто Нечаянно Полконов По моему Несчастный случай Несчастный случай Да Красота Четвертый этаж Перебил Мы там не были Поэтому Никто не знает У меня там не было И боль Я выяснял Я не думаю Что это было Самооблическое Я думаю Что это просто Был мороз Тристос градусов И я думаю Волос В то же время Вы что пошутите Он просто Более Он из ванны И он Поэтому Слеснул Сумерясь Ребят Последний вопрос Пожалуйста И он упал В ту сторону Давайте Пожалуйста С этого декабря Скажите Винтовка И общество Память Не ходят Философию Нового Состава Я не понимаю Песни Винтовка Это праздник И общество Память Винтовка Это праздник Это песня Вечная Общество Память Вы всегда Просите Сыграть Нет Я могу Знать Все Что я делаю В жизни Но все Входит Мой Процесс Моего Бытия Я ничего Не отказываюсь Никогда А что Вы имеете Ввиду Под понятием Ощества Память Нет В смысле Какой Вы смысл Вкладываете В понимание Этой песни И у меня Эта песня Издевательская У вас Издевательская А вы Серьез 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 У меня Половина Песня Это Издевательская Песня Когда Пустишь Что это Пустишь Издевательская Но Сейчас Она звучит Совсем По-другому Ну Для вас Видимо По-другому А для меня Так же Понимаете Вещи Они делаются Повите Пожалуйста Очень много Возникает Вопросов Совершенно Непонятных Для меня Лично Возвращение Того Что Очень много Из того Что я делаю Оно Воспринимается Буквально Я Собственно Говоря Я Концептуалист То есть Половина Из того Что я делаю Это Собственно Как бы Сказать Ну Такая Как бы Сказать Это Некий Объект Для того Чтобы Воспринимать Со стороны Максимально Противоположной Желательно К тому Как Это Собственно Егор, извини, последний вопрос от организаторов, может быть, уже задавали, я отходил и слышал. На твой взгляд, сегодня такой радикальной молодежи революционного настроения, на твой взгляд, как наиболее перспективно действовать, что нужно делать сегодня? Делать? Надо книжки читать. А какие книжки? Какие? А детей рыжать? Понятно. Ну дальше, по чтению книжек и смотрению кино, да, у них будет база, в голове будет понятие, представление, но дальше как бы это не пойдет, но все организовывается и что заделать, как, в моем видении, что это, и когда это сейчас может быть, когда это. Я не знаю, мне кажется, я, конечно, не знаю, организовываться там, да? Нет, вообще сейчас вот Путин, предположим, нужно ли сейчас, может быть, и так это все наладить? Я не знаю, мне кажется, и так все хорошо, потому что Путин там и так далее, а во-вторых, так сказать, ну я не знаю, каждому светлому какой-нибудь Катабу завести. Дретья, греть teu, подише, подише шоу, подише, 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 подише. Давай,